Вот мне, знаете, что удивляет, если мы уже с вами заговорили про там какие-то символы, про пиар и прочее, что некоторые, ну вот, например, Телеграф, некоторые западные СМИ опубликуют вполне себе лояльные какие-то материалы, целая пиар-компания проплачена по поводу Сергея Суровикина, да, и о том, что он дисциплинировал армию, и о том, что он стабилизировал линию фронта, и о том, что он генерал какого-то другого, какой-то другой формации. Но есть же какие-то вещи, которые, ну, должно быть уже делать нельзя, как мне кажется, даже в западных средствах массовой информации. Это все равно, что рассказывают, что там в 43-м году, что Геббельс или там в 42-м, да, все-таки очень неплохой, так сказать, пиарщик у Гитлера. Он обладает хорошим образованием, он обладает там еще чем-то. Ну, вот это, вот хотелось бы, чтобы Запад проникся и был пропитан той же ненавистью, что и мы, фактически. Хотя, конечно, им это сложнее, у них ракеты над головой не летают, я понимаю. Нет, Запад пропитаться ненавистью совершенно не обязан, Запад должен это все правильно квалифицировать. Вот это он обязан с точки зрения такой юриспруденции. Рано или поздно российская армия будет осуждена, как эсэсовцы были осуждены, как организация, естественно, да. И, ну, например, сегодня, когда говорят эсэсовец, это однозначно понятно, кто это, палач, там, убийца и так далее, да. То вот российский военный, это тоже палач и убийца по определению. Неважно, какое у него там воинское звание или какая у него фамилия. Суровикин такой же насильник и такой же грабитель и вор, как и любой русский офицер. Русский офицер – это синоним вот этого слова. Все. Все знают, что такое русский. А русский офицер бывшим не бывает, как мы знаем. Вот. Поэтому любой, кто остался в армии после 24 февраля 2022 года в российской армии, он вот такой, и вот за ним теперь навечно закреплено это звание. Вот это то, что надо распространять, действительно. А то, что он там укрепил линию фронта, ну, как бы это объективно, может быть, реальность. Но называть его новой формацией, ну, мы видели эту формацию, да. Такой же дебил, как все российские офицеры. Абсолютно. Все российские офицеры, для меня, сейчас говоря, на одно лицо. Как бы они у меня ничем не отличаются между Суровикиным, что еще какой-то. Очевидное их отсутствие и каких-то человеческих вообще каких-либо качеств, какой-либо там совести, уж не о чем говорить. Вообще ценностей каких-либо. У них ценности это упрощение унитазов. Сколько унитазов упрал Суровикиным? Вот про это должен писать экономист. Это важный вопрос. Сколько он упрал стерильных машин? Сколько он изнасиловал детей? Вот это вопрос важный. Все остальное про Суровикиным действительно не важно. Суровикиным действительно не важно.